Котлас готовится отметить день своего рождения. 106 лет. Праздновать будем 2 дня, 10 и 11 июня. И как обещают организаторы, программа будет насыщенной и интересной. Куда пойти, что посмотреть и что попробовать, начнем рассказывать вам уже сегодня. Мирослав Ярославович, как обычно, все городские мероприятия, праздники, ответственность за это ложится на плечи работников культуры. Как давно вы и ваши коллеги готовитесь? Как будем отмечать? Ну, этот городской праздник, в принципе, он один из самых значимых не только для учреждения культуры, но, наверное, и для всего города. Мы это прекрасно понимаем. Начали мы готовиться уже третий месяц. Мероприятий очень много, более 20 площадок, совершенно самого разного направления. Что за идея такая, гастрономический фестиваль? Такого у нас точно еще не было. Я правильно понимаю, что все будет вертеться так или иначе вокруг еды? Вокруг вкусностях. Обещаем накормить весь город. То есть, везде что-то можно будет попробовать? Ну, я думаю, что все. Все, что будет готовиться, все, что будет показывать, как это делать. И, в общем-то, приезжают достаточно интересные и продвинутые, так скажем, повара, шеф-повара, которые все это будут проводить для наших жителей, для гостей города. Площадки гастрономического фестиваля раскинутся по всему городу. Одной из самых больших станет Стефановская ярмарка возле Дворца культуры. Мясные деликатесы, сладости, мед, выпечка, изделия ручной работы. Все можно будет попробовать и приобрести. Ценителей пищи духовной будут ждать в Туристско-информационном центре на Ленина-62. Здесь уже обновляют выставку живописи. Подготовили организаторы и большую спортивную программу. Какой большой городской праздник обходится без спортивных мероприятий? Наверняка они тоже распланированы. Алексей, расскажите, какие и где? Ну да, конечно же, мы всегда подключаемся к таким мероприятиям. Конечно, разнообразие будет большое. У нас задействованы площадки будут стадиона «Салют». Там будет проходить у нас с утра футбол, детский турнир. Это региональный этап. После этого начнется уже взрослый футбол. В рамках чемпионата города Котласа пройдет несколько игр. Тут же параллельно на стадионе «Салют» будут проходить пляжный волейбол среди мужских и женских команд. Мы в этом году разделили. Девушки и юноши по пляжному волейболу будут играть на стадионе «Дружба» у седьмой школы. Они тоже прямо начнут с самого утра. Наверное, будут приезжие. Конечно, мы ожидаем гостей. Да, у нас в первую очередь давно забытый. Ну, точнее, не давно забытый, а хороший турнир, который несколько лет не проводился. Но Федерация шахматы молодцы. Они его возобновили. Это междугородний турнир по шахматам «Северная королева». Там мы ожидаем гостей с города Вельска, с города Ухты, с Коряжмы соседей, с Великого Устюга. Это тоже будет хороший турнир. Он будет проходить на базе клуба «Шерлок». Турнир пройдет, конечно же, по бильярду. Они к нам ежегодно подключаются к таким массовым мероприятиям. Он тоже придет на базе клуба «Шерлок». Ну, и у нас традиционно нам подключаются всегда это городошники. Они будут проходить в поселке Вочегодском. У нас в этом году подключаются фитнес-клубы, фитнес-индустрия. Они будут располагаться в парке. С часу дня они будут представлять мастер-классы в фитнес-индустриях. Это танцевальная, это степа, аэробика. Разные клубы будут представлять именно какие-то мастер-классы. Так что там вообще для всех желающих, кто хочет, может попробовать. Будет возможность вовлечь себя. Да, 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 себя. Тем временем подходим к волейбольной, к баскетбольной площадке. Что здесь будет рассказывать? Здесь будет именно стритбол. Это игра на одно кольцо. Начнут наши уважаемые ветераны. Ну что, тогда в преддверии Дня города приглашайте публику на стадионы. Конечно же, мы всех желающих, всех гостей города приглашаем на наши спортивные площадки. Не только поболеть, посмотреть, но и поучаствовать. Потому что достаточно в доступной форме будут проводиться все мероприятия. Основная идея Дня города – гостеприимность, хлебосольность и щедрость. О том, что еще ждет жителей и гостей на праздновании 106-го дня рождения Котласа, мы расскажем завтра.